В Молдове эта неделя также выдалась протестной. В республике сокращают школы, в том числе русскоязычные. К следующему году закроют сотни учебных заведений, а без работы могут остаться больше 7 тысяч педагогов. Официально это называется оптимизация. Почему молдавское правительство решило сэкономить на образовательном процессе, выясняла Ирина Пивоварова. Этот звонок 1 сентября в гимназии города Теленеш не для всех. На улице стоят ученики русских классов. С пятого по девятый всего 11 человек, и они не знают, где теперь будут учиться. Это районный центр, вы представьте, районный центр остается без русской школы. Русскоязычным ребятам предложили учиться в родной школе, но на молдавском, или на русском, но в соседнем селе. Если молдавское учиться, придется учить все заново. Это совсем, это очень трудно. Мы на русском едва успевали. А так, 30 учеников в классе один раз в месяц спрашивают, там даже ничего не поймешь, не говоря о том, что учиться хорошо. Непраздничное настроение из-за новой реформы. На языке чиновников это называется оптимизация. Теперь классы формируют при одном условии, если в них зачислено не менее 20 детей. В Молдове, похоже, скоро не останется маленьких школ. Реформа, в общем-то, не пошла гладко. Неразберихи добавили местные выборы, прошедшие в июне этого года, пока чиновники рассаживались по креслам. Школьным вопросом в некоторых районах заниматься было некому. Мы на 1 сентября нам не сообщили. Документы сидят в этой школе. Они даже не соизволили собрать родителей и сообщить, поговорить с нами, что мы хотим. Они не спросили нас, что мы хотим. Взбунтовавшиеся родители в Теленештах штурмуют районную администрацию и пытаются добиться справедливости от местных властей. Вы закрываете. Понимаете, что молдаване будут безграмотными. Уж поверьте, мы свою правду найдем. На стороне чиновников демографическая правда. За 10 лет по всей Молдове количество детей школьного возраста сократилось более чем вдвое. Да и взрослые сельчане бегут из этой страны на заработки за границу. Рожать в маленьких селах некому. И учить теперь почти некого. Мы аграрная страна. Экономическое состояние района сейчас в упадке. Поэтому местные власти ищут ресурсы и возможность, чтобы дети учились там, где условия лучше. Это бессмысленно тратить деньги на пустующие классы. Простая логика чиновников. Здание надо ремонтировать, отапливать детей, кормить учителям, платить. А так нет школы, нет проблемы. Но с арифметикой реформаторов согласны не во всех районах Молдовы. К началу этого учебного года планировали оптимизировать 220 школ, а на деле закрыли лишь 26. Для успешной оптимизации Министерство просвещения даже подготовило агитки, брошюры, постеры и короткометражный фильм о преимуществах нововведений. Государство взяло обязательство организовать транспорт для тех, кто перешел в другие школы. Но пока автобусов на всех не хватает. Центральные власти обещают, что эти трудности решат лишь к концу ноября. У детей села нет перспективы. Да, отвезти его могут туда-сюда. Но когда работает школа, когда при школе различные кружки возникают, когда спортивные секции есть при школе, это совершенно другая жизнь. А когда школа умирает, то и все это умирает. Но власти парируют. Качество образования в крупных школах лучше. А в отдаленных населенных пунктах катастрофически не хватает квалифицированных кадров. А вот в районе Калараж уже оценили плюс оптимизации. Здесь полноценно проходят не только уроки музыки. Оборудование для практических уроков по физике, реактивы для химии, компьютерные классы. Здесь есть необходимый минимум. Конечно, приходится раньше вставать. Но я привыкну. Здесь лучше. Больше детей, да и уроки намного интереснее. В том, что будет с учителями расформированных школ, государство большой проблемы не видит. Пенсионеров отправят на пенсию, других обещают пристроить. Я думаю, что через месяц-два мы должны провести мониторинг всех этих процессов и увидеть все-таки, каково реальное количество тех преподавателей, которые реально потеряют места. Потому что верить полностью министерству нельзя. Я думаю, что определенный процент преподавателей все-таки останется без работы. Итоги реформы власти подведут в 2013 году. К этому времени должна быть закрыта треть молдавских школ. Несмотря на сопротивление на местах, эту цель Минпросвет скорее всего достигнет. Ведь уже через год ведут новую систему финансирования. Бюджет учебного заведения будет зависеть исключительно от количества учеников и школы, где сегодня еще учатся по 50 детей. Содержать будет не на что. Ирина Пивоварова, Вида Недова, Александр Борейко, Аркадий Ведяев. Вместе из Молдовы.